Дорогие братья, прежде чем начать урок Хочу напомнить, здесь, наверное, больше всего себе, потом только вам Хадис пророка, алейхиссалату вассалям «Мен ла яшкурин нас, ла яшкурулла» Тот, кто, посланник Аллаха, сказал, тот, кто неблагодарен к людям, он неблагодарен к Аллаху То есть человек, который умеет благодарить Аллаха, он должен уметь Благодарить и его создание за те благие дела, которые они совершают по отношению к нему Поэтому мы, мусульмане, должны быть, прежде всего, мы должны быть образцом благодарности Поэтому мы должны уметь быть благодарными по отношению к нашим родителям К нашим супругам, нашим детям, соседям, братьям Поэтому несколько недель назад я обращался, по-моему, не на уроки, а на жумуа, по-моему, обращался С просьбой о помощи в ремонте Мадресе Мы несколько месяцев назад затеяли ремонт помещений под школу Корана Школа Корана для детей Для детей, иншаллах, будет вот у нас в соседнем здании И мы говорили, что по смете у нас еще только на ремонт нужно больше 400 тысяч рублей Аль-Хамдули-Лля, вот вашими силами собралось Это я даже записал, чтобы более конкретно быть 475 тысяч 473 рубля 4 копейки Я не знаю, 3 рубля кто положил, 4 копейки, но все здесь Поэтому, аль-Хамдули-Лля, мы уж со своей стороны будем просить у Аллаха прощения за этих братьев и сестер Будем просить милости Аллаха, чтобы Аллах дарил их своей милостью И, конечно, от благодарствами хазрата далеко не уйдешь Поэтому мы будем просить у Аллаха, чтобы Аллах возблагодарил их, иншаллах Чтобы Аллах возблагодарил их, поэтому одно дело, когда человек сам говорит Рахмат, спасибо, да? А другое дело, когда человек обращается к Аллаху, чтобы Аллах не спослал благодать Чтобы Аллах тагаля возблагодарил его Поэтому пусть Аллах возблагодарит, иншаллах, каждого Вот, иншаллах, у нас уже братья нашлись, которые взяли на себя полностью мебель Потому что три класса, санузел, коридоры То есть полностью там будем покупать мебель, чтобы и дизайн подходил под детей Иншаллах, три возрастные группы будет от двух лет, иншаллах, хотим И до, там, сколько, до восьми, до десяти лет получается три уровня, иншаллах Ну, иншаллах, надеюсь, что до конца года, до конца года все эти ремонтные дела завершить У нас, что, чем мы, где мы задержались То, что должны были сделать вход, не только помещение То есть приходится полностью нам лестничный марш делать Полностью мы входы и выходы поменяли, коридоры придется делать Ну, чтобы не с той стороны, а со стороны, как бы, ресторана заходить А именно, вот, с лицевой стороны люди приходят в мечеть И уже со стороны мечети будет вход Поэтому, ну, аль-хамдули-ля, Аллах-тар-алла Помогает и людей, помощников отправляет Поэтому, надеюсь, что до конца года мы все-таки справимся И уже, наверное, наверное, после каникул начнем После новогодних каникул уже будем, иншаллах, открывать двери Для наших самых и самых любимых шакирдов, да, для детей, иншаллах Ладно Асбабу-ль-Магфира Еще раз джазаку муллаху хайра Асбабу-ль-Магфира Причины прощения грехов И мы с вами остановились Следующая причина прощения грехов Это губару-ль-джихад То есть, когда человек покрывается пылью Пылью на пути, на пути Аллаха На пути, мы можем сказать одним словом, джихада То есть, на пути усердия На пути усердия И как передает нам Абу Аббаса, ради Аллаху ангу Что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Манигберрат кодамаху фи сабилилляхи У кого покрылись пылью ступни Фи сабилиллях На пути Аллаха На пути Аллаха Харрамаху Аллаху аля ннар Аллах сделал запретным этого человека Для кого? Для чего? Для ада То есть, для ада этот человек будет запретным Ад не сможет Ад не сможет наказать этого человека И вот в хадисе говорится Манигберрат У кого запылились То есть, покрылись пылью его ступни, его ноги То есть, человек, который ради довольства Аллаха Отправляется в путь с целью, с намерением Снискать довольство Аллаха Потому что довольство Аллаха нужно искать Так ведь? Нужно проявлять усердие И нужно зарабатывать потом А когда человек передвигается Когда он становится путником Обязательно он покрывается пылью Обязательно покрывается пылью И вот человек, который покрывается пылью на пути Аллаха Алхамду рилля Аллах тагаля Аллах тагаля делает этого человека запретным Запретным для адского пламени И вот имам Мунауи Рахимахуллах Обязняет Манигберрат хадама У кого запылились ступни, ноги на пути Аллаха То есть, они покрылись пылью То есть, человек, он шел по пути И он покрылся весь в пыли И именно с такой целью То есть, на пути Аллаха И вот здесь, что означает на пути Аллаха Это путь, где он ищет пути Аллаха То есть, довольство Аллаха Это путь, где человек требует довольства Аллаха И этот путь, где он требует довольства Аллаха Включает в себя и путь джихада Когда человек находится на страже своей религии На страже своей семьи Это тоже джихад Про это можно очень много хадисов приводить Так ведь? На страже своего имущества Имущества На пути требований знания На пути требований знаний Человеку приходится, ну, сидеть дома И требовать знания Ну, есть такие братья Для них интернет Шейх Гугл, шейх Яндекс Он все подскажет И есть люди, которые на уроки не ходят Когда у него спрашиваешь А ты требуешь на пути Ради Аллаха знаний Посещаешь какие-то уроки Нет, я всегда вот в интернете сижу И шейхов тоже нахожу Ну, это хорошо Но сидеть только перед экранами Перед монитором Это еще не путь знания Поэтому человек должен общаться Человек должен видеть своего устаза Общаться с ним И это очень важно Очень важно Потому что это путь пророков Когда именно пророк приходил Приходил, он садился Люди видели его Люди общались с ним И видели не только его слова Видели его образ жизни Его нрав И это тоже был уроком для них своеобразным Поэтому На пути требований знания То есть человек, который ищет Человек, который ищет братьев Чтобы пообщаться с братьями Потому что есть братья, которые живут Где-то в деревне, где-то в селе Может быть там не так много братьев Мусульман И иногда ему приходится ездить куда-то в город Просто пообщаться с мусульманами Просто поговорить с ними Посидеть Вспомнить об Аллахе и так далее Так же паломничество Паломничество, когда человек Выходит из дома С намерением совершить Пятый столб ислама Это хадж Паломничество Так ведь Хотя Манасик То есть порядок Обязанности Фарзы Хаджа Они не изменились Сунны Хаджа Они не меняются со временем Они так же остаются Но Порядок совершения Условия Когда мы это все совершаем Машаллах Это уже Это уже совсем другое Раньше Очень много людей Они просто погибали Они даже не дойдя до миги Потому что не было Не было мест отдыха Не было мест ночлега Люди Были на конях На ослах На верблюдах И верблюдов Тоже нужно было кормить Нужна была вода А когда идешь по пустыне Действительно Очень много людей Они страдали Они там умирали Прям Но Несмотря на все старания Туроператоров То что мы Сегодня Уже за 5-6 часов Можем добраться уже Да Не месяцами Добраться до Мекки До Медины До Джидды Несмотря на то Что везде кондиционеры Уже мечети Везде ковры Да Несмотря на все это Хадж имеет свои трудности Так ведь Вот Сколько не организуй Все равно есть свои трудности Это не лежать Возле моря И это не отдых Так ведь Требует от нас усердия Поэтому Все наши усердия На пути Совершения этого поклонения Иншаллах Иншаллах Являются причиной того Что Аллах прощает нам Грехи Иншаллах И сделает Надеемся Наши тела Запретными Для адского пламени Также Передает Абу Хурейра Ради Аллаху Что посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Вассалям Сказал То есть Никогда Не объединяться Никогда Не объединяться В одном теле Человека Пыль Которую он нашел На пути Аллаха И Духану Пыль На пути Аллаха И Дым Адского Пламени Они не могут Находиться Не могут Быть В одном теле То есть Если пыль Будет На пути Аллаха Тогда Дыма Огня Адского Пламени Не будет Не будет Если будет Адское пламя Значит Пыли На пути Аллаха Не было И Также Никогда Не могут Соединиться Объединиться В одном теле В одном сердце Человека Ашуху Валиман То есть Скупость Скупость И вера То есть Это Несовместимые Вещи Чтобы В одном Сердце Могли Разместиться И иман И скупость Скупость Когда человек Скупой Вот Есть два Этих Есть Жадный Два слова Жадный Жадный Это когда человек Он Жадно Все собирает Ему вот Все нужно Все нужно Да А скупой Человек превращается В скупого Когда уже он Это все Собрал То есть Когда отдает Поэтому человек Когда берет Тут играет Жадность А когда уже Дает Тут уже появляется Что Скупость Скупость Поэтому Шох Есть Бух Есть Поэтому Посланник Аллаха Алейхиссар Алейхиссар Сказал Человек Не может Обладать Полноценной Верой И Скупостью В одном Сердце Они никогда Не смогут Не смогут Быть вместе Поэтому Если Придет Полноценный Иман Скупость Она Должна Уйти Также Есть Другие Хадисы Здесь Два Три Хадиса Ну Иншаллах Надеюсь Этого Достаточно То есть То есть Пыль На пути Приобретенной На пути Аллаха Ну Очень часто Очень часто Когда мы Намереваемся Что-либо сделать Ради Аллаха Да Это дело Обязательно Имеет Какие-то Свои Трудности Даже Если Например Кто-то В деревне Мусульманин Или там Группа Мусульман Они захотели Помочь Какой-то Бабушке Дома Что-то Сделать Так Ведь Какой-то Сестре Может быть Она Вдова Она Не имеет Мужчину В доме Да Чтобы И крышу Делать И забор Делать Ну Часто Так Бывает Муж Умер Там Или Она Одна Воспитывает Троих Он же Не один Они могут Прийти Сказать Давайте Мы вам Крышу Сделаем Давайте И любое Дело Когда мы Делаем На пути Аллаха Оно Имеет Свои Трудности Поэтому Пыли Будет Достаточно На пути Аллаха Идем Дальше Хусну Хулик Следующая Причина Прощения Грехов Это Благой Нрав Это Благой Нрав Абу Хурейра Ради Аллаху Ангу Передает Что Посланник Аллаху Салли Аллаху Алейхи Васселям Сказал Мэн Кана Сахлен Хэййинан Лэййинан Харрамах Аллаху Алян Нара Кто Был Сахлен То есть Кто Был Легким Вот Есть люди Тяжелые люди Да Есть Легкие люди Не то Что там 90 килограмм 100 килограмм Да Нрав Человека Вот Бывает Действительно Вот С ними Общаться Легко С ними Договариваться Легко Это не потому Что он Какой-то Там Лох Да Потому Что у него Нрав Машал У него Нрав Благой Мэн Кана Сахлен Кто Был Легким Хэййинан То есть Мягким Мягкосердечным Лэййинан То есть Кротким Кротким Харрамах Аллаху Аллах Аллах Запретит Его Сделает Его Запретным Для Адского Пламени Это Этот хадис Сахих И так далее И так далее Ученые сказали Что этот хадис Достоверный Сахих И вот Машаллах Каким должен быть Мусульманин Мусульманин Должен быть Легким В общении В каких-то Договорах В каких-то Когда Когда с ним Дело Имеют Дело Будь то Торговля Когда он Что-то Продает Когда Что-то Покупает Нрав Мусульманина С ним Должно быть Приятно Работать Вот иногда Когда Описывают Кого-то Люди Говорят Да он Вообще Тяжелый Человек Вообще Там Тяжело С ним Не договоришься Не поговоришь С ним Такой он Тяжелый Вот Мы не должны Быть такими Мусульманин Он должен быть Манкана Сахалян Легким Хайинан Лайинан Кротким Харрама Аллаху Аданнар Аллах Сделает Легкого Кроткого Мягкого Мусульманина Запретным Адскому Пламени Адскому Пламени Это есть Хуснуль Холюк Ну про Хуснуль Холюк Можно Можно Приводить И Другие Хадисы И Иншаллах У нас Еще В книге Будут Но Даже Если Этот Хадис Вот Этот Короткий Хадис Назидание Пророка Салям Если Мы Попытаемся Как-то Как-то Сделать Частью Нашей Жизни Потому что Иногда Мы Очень Много Хадисов Слушаем Машал Во время Худбы Можно Десять Хадисов Можно Кого-то Утопить В Хадисах Так ведь Закидать Хадисами Мы Это Любим Иногда Но Смысл Не в том Что Там Столько Хадисов Ты Употребил Ты Возьми Один Хадис И Попробуй Жить По Нему Попробуй Жить По Нему Был Один Случай Когда Выпускник Одного Мадраса Машаллах Он Очно Закончил Там Пять Лет Мадраса Сколько То Там Сахих Бухари Читал Муслим Читал И Я не думаю Что он Сахих Бухари Читал Не думаю Что он Сахих Муслим Читал Ну Знает Слышал Об этом Что есть Сахих Есть Бухари Есть Муслим И Они Начали Спорить Когда Бабай Сказал Ему А вот Хазрат Знаешь Вот этот Хадис Ты знаешь Вот этот Хадис Что пророк Салюла Сказал Ну Он Даже Обиделся Этот Молодой Имам Обиделся Ну Как Не знаю Сахих Бухари Муслим Есть Байхак Там Приводят Хадис На арабском Вот так Вот так Бабай Сидит Слушает Там Прямо Он Все Закидал Его И Все Кто Сказал Сахих Кто И Он Такой Посидел Я думаю Все Бабай Уже Слов Не будет Все Он Закончил Лекцию Хадис И Несколько Вариантов И Тот Говорит Вот Ты Знаешь Этот Хадис А я Живу Поэтому Хадис И Все Тот Уже Закрыл Все Больше Уже Спора Не Был Действительно Можно Знать Маш Аллах Адисы А можно Жить По ним Так же Можно Коран Знать Маш Аллах И Можно Жить По Коран Вот Если Взять Сподвижников Сподвижников Да Мы Немножко Отошли От Темы Если Сподвижников Вы Не Думайте Что Все Сподвижники Были Коран Хафиз Нет Очень Много Сподвижников Которые Не Могли Выучить Коран Потому Что Даже Мус Хафа Не Был У них Вот Представьте Себе Не Было Вот Этой Книги Мус Хафа Где 114 Сур Все Аяты Все Даджвид Подсказки Такого Не Было Бумаги Этой Не Было Люди Писали На Стенах На Камнях На Шкурах И Вот Так Они Учили Аяты Так Поэтому Было Много Сподвижников Которые Знали Несколько Сур Но Чем Они Отличались От Нас Они Если Даже Не Все Суры Знали Они Жили По Всем Этим Сурам То Есть Эти Суры Эти Аяты Были Образом Их Жизни А Сегодня Мы Можем Знать Потому Что Есть У Нас Или Электронный Вариант И Можно Ручкой Электронной Там 5-6 Карьев Можно Выбрать Так И Переводы Все Все Есть Но В отличие От них В отличие От них Может быть Мы Сколько То Знаем Сур А Они Не То Что Знают Они Живут По Ним Они Живут По Ним Поэтому Очень Важно Один Хадис Про Хус Нур Холю Кто Был Легким Мягким Кротким По Отношению К Людям Да В Отношениях С Людьми Харрама Харрама Вот Попробуйте Быть Легкими Попробуйте Это Не Всегда Удается Освобождение Рабов Ну Мы Знаем Что Раньше Раньше Были Рабовладельцы Были Рабы Этих Рабов Люди Покупали Как Товар Продавали Да Может Быть Они Были Дороже Скотиной Так Дороже Животных Но Это Было И Ислам Всегда Призывал Людей Бороться Против Вот Этого Рабства И Всегда Всегда Появлялись Причиной Причиной Чтобы Люди Аллах Тагаля Создавал Причиной Чтобы Люди Освобождали Рабов И Поэтому Сподвижники Они Всегда Стремились К тому Чтобы Заработать Побольше Денег Купить Раба И Освободить Его Освободить Вот Представьте Себе Человек Он Живет Он Раб Так Ведь Он Раб И ты Приходишь На рынок Ты Покупаешь Это Имущество Это Вещь На самом деле Это Вещь Так Ведь Ты Покупаешь Как Автомобиль И Вот Потом Ты Даришь Ему Свободу Ты Говоришь Все Брат Все Сестра Ты Ничей Ты Ничья Все Ты Свободный Раб Это Это Очень Важно В чьей Ты Жизни Так Ведь Если Вот Ты Был Причиной Это Это Как Абубакр Покупал Мы Знаем Каждую Пятницу Каждую Пятницу Усмар Ибн Гафен А мы Знаем Что Он Был Довольно Таким Успешным Бизнесменом Он Умел Зарабатывать Деньги Так Ведь Он Каждую Пятницу Давал Жемлоса Дахаса То То Он Шел На Рынок Покупал Одного Раба И Освобождал Его Машал То Каждую Неделю Один Человек Минимум Один Человек Он Приобретал Свободу Машалла Он Становился Нищим Так Альхамду И Говорят За Всю Свою Жизнь Усмар Ибн Гафен Купил И Освободил Более По моему Двух Тысяч Где-то Две Тысячи Человек Он Купил Это Огромная Сумма Огромная Сумма Он Купил Около Двух Тысяч Людей И Дал Им Альхамду Лилля Свободу Посланник Аллаха Алих Салят Вассалям Сказал Этот Хадис Передает Абу Хурайра Мэн А'тақа Ракабетан Му Минетан А'тақа Аллаху Бикулли Ирбин Минха Ирбен Минху Минэн Нар Кто Освободил Одного То есть Ракаба В переводе Означает Шею Шею Одного То есть Голову Одного Верующего Аллах Освободит Бикулли Ирбин Минха То есть Аллах Освободит За каждую Часть Его Тела Его Каждую Часть Его Тела От Адского Пламени То есть Если человек Покупая Этого Раба Да И Дает ему Свободу То есть Получается Он дает Свободу Его шее Его Рукам Ногам Так ведь Глазам Вот Так же Аллах Он Освободит Каждую Часть Тела Человека Который Дал Свободу Рабу От Адского Пламени От Адского Пламени В другом Хадисе Так же Передает Нам Абу Хурейра Раду Аллаху Мэн А'тақа Рақабатэн А'тақа Аллахи Бикулли Адвин Минха Адва Мин А'да Ихи Минан Нар Хатта Фарджаху Бухари И Муслима Где посланник Аллаха Саллаху Сказал Кто освободил Одного Раба Аллах Освободит За каждую Освобожденную Часть Тела Часть Его Тела От Адского Пламени И В завершении Хадиса Ну Если это посланник Аллаха Сказал Тогда Юсуфу тоже Нужно это Говорит Хатта Фарджаху Би Фарджихи То есть За то Что Даже За то Что Он Освободил Половой Орган Этого Раба То Аллах Освободит Половой Орган Того Кто Освободил Его Поэтому Вот Каждая Часть Мы Должны Понимать Что Мы Его Купили И Купили Свободу Каждому Органу Его Тела Аллах Тагаля Освободит Каждый Орган Этого Человека От Адского Пламени Адского хадисов, ну, все они в этом значении. Все они в этом значении. Вот другой хадис Амар ибну Абаса, передает, что посланник Аллаха сказал, это достоверный хадис, кто освободил шею одного верующего, то есть дал свободу одному верующему, то это будет его искуплением от адского пламени. То есть Аллах Тагаля, получается, выкупает его тело от адского пламени. И другие хадисы, наверное, не будем зачитывать, идем вперед. Причины прощения прошлых грехов. Ну, это у нас идет под тема, получается. Ас-бабуль-магфира причины прощения прошлых грехов. Прошлых грехов. Есть аяты в Коране и есть хадисы нашего любимого пророка, салюлла алейху салям, который указывает на дела, деяния, причины, посредством которых Аллах Аллах прощает нам прошлые грехи. И, получается, стирает нам все, что было до этого. Иншаллах. И самая первая, самая великая причина, это аль-ислам и аджубу нахабляху. Ислам. Когда человек приходит в ислам, когда человек принимает истинную веру Аллаха, то Аллах прощает ему все его прежние грехи. Все его прежние грехи, которые он совершал до этого. И вот в этом заключается, маша Аллах, милость, милость и щедрость Аллаха по отношению к его рабам. Любой человек, какие бы он грехи не совершал, сколько бы у него ошибок не было, если он понимает истину и принимает веру Аллаха, он становится мусульманином, Аллах, получается, обнуляет. Обнуляет все, что у него было. Все. Вот сколько бы он грехов не совершал, этих грехов уже нет, и он начинает свою жизнь, получается, с чистого листа. С чистого листа. Это милость Аллаха. Машаллах. Машаллах. Кто-то может прийти в ислам в 40 лет. Кто-то приходит, вот как раз наш народ, наши люди, которые жили не то, что в грехах, не то, что в грехах, мы жили в безбожии. Мы были безбожниками, многие из нас. Так ведь, не все, аль-хамдулили, но были многие. То есть, как говорит, по-моему, я читал у Омар Сулейман Ашхара, у него есть такая подтема Куфруль-Яуми-Агдам, по-моему. Куфр сегодняшнего дня, он говорит, намного страшнее, чем куфр тех дней, то есть, когда куфр был во время пророка, потому что он говорит, что в истории пророка, в истории человечества мы видим очень много народов, которые, которые, не отрицая веру в Аллаха, они поклонялись другим божествам. Так ведь? Кто-то поклонялся солнцу, кто-то небесам, кто-то каким-то изваянием поклонялись золотому тельцу, но они не отрицали, они не отрицали сущность Всевышнего Аллаха. Они говорили, что Аллах есть. Даже те арабы, которые шли против нашего пророка, салюлла алисалям, никто из них не говорил, что Аллаха нет. Поэтому они верили, что есть Аллах. Они верили, что Он есть Создатель. Аллах говорит, если ты спросишь у них, кто Создатель Небес и Земли, они непременно скажут, кто? Лят? Нет. Гузза? Нет. Они скажут, солнце? Нет. Вот этот истукан? Нет. Пророк? Нет. Они все сказали, ляякулюнна Аллах. Аллах говорит, они непременно скажут Аллах. Поэтому Шейхашкар говорит, что люди всегда верили, что есть Аллах. Но сегодня куфр безбожий дошло до такой степени, до такого края, да? Куфрлюк ор ягнащахта, если по-татарски сказать, да? Люди, они начали говорить то, чего никогда человечество не говорило за всю свою историю. Они сказали, ля халика, нет Создателя, нет Аллаха. Такого, говорит, никогда не было. Такого никогда не было, говорит. Люди всегда верили в Аллаха, говорит. Но они не отрицали кого? Не отрицали ложные божества наряду с Аллахом. И они оказались в куфре неверии, несмотря на то, что они верили в Аллаха. Мы знаем, Иблис верит в Аллаха, да? Но неверие людей дошло до того, до той крайности, что люди сказали, все, нет Аллаха. А его на самом деле нет, сказали. Так? И Шайхашкар говорит, что целые народы с десятками, сотнями, миллионов населения, они начали жить по этим канонам. Вот это как раз атеизм. Такого никогда не было. Люди никогда не отрицали существование Аллаха. Поэтому Шайхашкар говорит, что если мы откроем Коран, да, очень много аятов, которые рассказывают нам о единобожии, что Аллах один, что только Ему нужно поклоняться, но не так много аятов, которые доказывают нам существование Творца. Потому что доказывать нужды, доказывать существование Творца не было. И вот как раз вот тот народ, который избрал для себя светлой дорогой, в кавычках светлой, да, путь безбожий, и это назвали путем науки, так ведь? Путем науки назвали. И люди сказали, нет, все, нет Аллаха. Аллах нам говорит, вы мои рабы, вы ваш, ваш, ваш дед, ваша бабушка, Адам и Ева, они оба красивые, они оба цивилизованные, они чистые, опрятные, умные, знающие, даже ангелы, паленец перед ним. Так ведь? Аллах тагаля радует нас этим, а мы сказали, что нет, мы отказываемся от своих умных, красивых, образованных, наших знающих родителей. наш отец это глупый, безмозглый, обезьяна, приматый. Мы так сказали, мы выбрали для себя вот этот путь. Поэтому то безбожие, через которое мы пришли, многие из нас пришли, и мы еще, и это не факт, что мы еще пришли. Это не факт, что мы еще оттуда ушли. Оттуда ушли. Вот когда я начал рассказывать хадис бабушкам, что когда посланник Аллаха выстаивал молитвой, у него опухали ноги. Он так выстаивал молитвы, у него опухали ноги, и одна бабушка честно призналась, честно призналась, другие не признались. Я, говорит, не верю ни за что в это, говорит. Как можно, говорит, молиться до того, что у тебя опухали ноги, говорит. Вот она честно призналась. А еще баба один признался. Говорит, хазрят, все говоришь, говоришь, рай и ад, рай и ад. А кто там был-то? Кто пришел-то? Он в мечеть ходит. Если так посмотреть, третье, это куфр, дорогие братья. Аллах согласен. Я делал дуаза этого бабая, ну, просто, о, Аллах, о, Аллах, ты видел, что он 60 лет был безбожий, он пришел в мечель, о, Аллах, прости его, о, Аллах, прости его, но это безбожие, оно еще долго будет сидеть, оно еще долго будет сидеть, поэтому эта милость Аллаха, вот после всего этого, когда человек приходит в ислам, когда человек свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, он оставляет все эти ложные божества и начинает поклоняться единому Аллаху, это милость Аллах, Аллах прощает все грехи, все грехи, и широк прощает, если человек-то угодил, и широк прощает, и куфр прощает, все прощает Аллах, Аллах милостивый, поэтому Аллах тогда сказал, куль, скажи, лилля вина кафару, те, которые проявляют неверие, скажи тем, которые проявили неверие, и янтаху югфар ляхум, если они перестанут проявлять неверие, югфар ляхум, Аллах простит им, им простятся грехи, Аллах простит им, ма када саляв, то есть Аллах простит им то, что они совершили в прошлом, ма када саляв, а если они вернутся в свое, что? Неверие, в свой куфр, но до них уже были примеры тех, которые остались в своей неверие, то есть Аллах погубил много народов, и эти народы он может погубить, сурату Аль-Анфаль, 38 аят, Абус Саид, Абус Саид, рады Аллаху ангу, передает, что посланник Аллаха, салял Аллаху алейхи вассалям, сказал, Если человек принимает ислам, и его ислам будет прекрасным, то есть достойным, Катаб Аллаху лэху кулла хасанатин кана асляфаха, Всевышний Аллах запишет ему все его благодеяния, которые он совершал до этого. То есть человек принимает ислам, и если у него до ислама были какие-либо благодеяния, Аллах записывает их, он не стирает. Ва мухаят ангу куллю сайиатин кана асляфаха, и Аллах сотрет, простит ему все его грехи, которые были до его ислама. То есть это милость Аллаха. Что касается благих дел, они не стираются, они остаются. Аллах милостивый. А что касается грехов, Аллах их стирает. И после этого происходит возмездие. Аль-Хасанату би Ашри Амфалиха, Иля Саба Ами Атидау. Если человек совершает, человек за каждое благо, которое он совершает, за каждое добро, он получает от десяти благ, то есть он совершает одно благо, но записывается это в десятикратном размере, Иля Саба Ами Атидау, до семисот раз. То есть получается, Аллах, он совершил одно дело, но получил за это минимум десять. Машаллах. Остальное девять, он же только одно дело сделал. А записывается, это милость Аллаха. Аллах дарит от себя, потому что он милостивый. Он совершил одно дело, а еще девять он получил. Это минимум. И до семисот раз. До семисот раз. А если он совершает какое-либо злодеяние, то ему записывается бимитлиха. То есть ему записывается ровно столько, сколько он совершил. Это тоже милость Аллаха. То есть там Аллах дарит от себя, милостивый, он в минимум десятикратном размере, и до семисот раз записывает. А есть некоторые виды поклонения, там даже этого лимита нет до семисот раз. Так ведь? Это, например, или же, какой вид поклонения? Пост. Так ведь? За уразу он может получать и больше, чем семьсот раз. А если он совершает какой-либо дурной посту, то есть сколько он совершил, столько же и получит. Если Аллах еще не простит ему это. То есть может быть получится так, что человек совершает какой-либо грех, а Аллах может и простить этот грех. И записаться. Поэтому Аллах тагаля милостивый и прощающий. Идем дальше. Не устали? Ну, тут никого не ругаем. Машаллах. Причины прощения грехов. Такая тема, да? Интересная. Как можно от грехов? Амр ибн-ль-Аз, рады Аллаху ангу, передает, что посланник Аллаха, салюллаху алейхи вассалям, сказал, Ама алимта? Знаешь ли ты, что аль-ислам, и ахдиму макана кабляху? Ислам. То есть, получается, если дословно перевести, уничтожает то, что было до него. Ислам уничтожает то, что было до него. То есть, ислам стирает все грехи. Если были горы грехов, эти горы, они просто уничтожаются. То есть, Аллах тагаля стирает, ислам стирает то, что было до него. И переселение хиджра на пути Аллаха. Также стирает то, что было до этого переселения И также паломничество Хадж стирает то, что было до него То есть вот здесь мы видим три благих дела Первое это принятие ислама Второе это переселение на пути Аллаха И третье паломничество Вот три причины, посредством которого наши грехи, иншаллах, обнуляются И если добавить хиджри Можно еще привести здесь вот аят идет Воистину те, которые уверовали И те, которые совершили переселение И проявили усердие на пути Аллаха То есть здесь речь идет о самых первых поколениях И, как мы знаем, сподвижники Они, чтобы сохранить свой иман Сохранить свой ислам Им пришлось ради довольства Аллаха Покинуть их родину, Мекку Переселиться в Медину Многие оставили имущество Все оставили, бизнес Лавки, товары Даже многие оставили семьи Да, временно, но оставили Потому что им нужно было сохранить свою религию И те, которые уверовали И сделали переселение И проявили усердие Действительно очень тяжелое усердие На пути Аллаха Уля и Кайарджуна, Рахмат Аллах Они те, которые надеялись на милость Аллаха Вот на что еще можно надеяться Оставить все, да, и бисьмилля Бисьмилля Дойдут они, не дойдут Их убьют, мушрики по пути Не убьют Кто их встретит, да Кто их чем накормит, напоит Бисьмилля Приказ пришел, они ушли Они ушли Но они, они всегда надеялись на милость Аллаха Валлаху вафуру рахим И Аллах прощающий и милостивый И вот их переселение Их переселение было причиной того Что Аллах простил им грехи И смилостивился над ними Дальше идем Аль-Айбадату Филь-Харджи вальфитна Поклонение во время Ну, если перевести Харджи вальфитна То есть во время волнений и смут То есть поклонение В трудные для мусульман времена Это не длинный хадис Короткий хадис Ибн Ясар Ради Аллаху вангу Передает Что посланник Аллаха Саллилла Али-Ассалям Сказал Аль-Айбадату Филь-Харджи вальфитна Кахиджратин Илайя Поклонение во время Смут и волнений Поклонение Когда идет смут Фитн Фитн И волнение Когда человеку тяжело Поклоняться Когда человеку тяжело Нести Вот это знамя ислама То есть Исповедовать свою религию То это поклонение Равносильно Чему? Кахиджратин Илайя Это поклонение Равносильно Переселению Ко мне Как будто Этот мусульманин Мусульманин Который Хранит Машаллах Поклонение Иман свой Во время смут И волнений В трудные для мусульман Для набожных людей Время То это вот Поклонение В это трудное Время Равносильно тому Что он совершил Переселение Кому? К посланнику Аллаха Переселился К нему Этот хадис Этот хадис Сахих Раваху Табарани Передал Табарани И такие же хадисы Тут еще два Три И самый Наверное Еще один хадис Прочитаю И наверное На сегодня Все Адзикру Инда Сима Адзин Поминание Слова Поминание Аллаха Во время Азана Во время Азана Как передает нам Саад Ради Аллаху Анху Что посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Васселям Сказал Кто сказал Когда слушал Муаззина То есть Слушал Азан Сказал эти слова И я свидетельствую Что нет Достойного поклонения Кроме Аллаха Что нет никого Достойного поклонения Кроме Аллаха И он один И нет у него сотоварища И я свидетельствую Что Мухаммад Является Его рабом И посланником И Я доволен Аллахом Как своим Господом Ва-би-Мухаммадин Расуля И я доволен Мухаммадом Как посланником Ва-би-Исламидина И я доволен Этой религией Исламом Как религией Если человек Скажет Во время Азана Эти слова Гафар Аллаху Леху Ма-та-каддама Мин-данбихи Аллах Простит Ему Прошлые грехи Аллах Простит Ему Прошлые грехи Этот хадис Передает нам Имам Муслим Ахмад Абу-Дауд Тирмизи Аль-Наса Ибн Маджа И когда ученых Спросили То есть В какое время Нужно говорить Эти слова Много ученых Сказали Что если Слова Начинаются С слов Ва-ана Ашхаду И я свидетельствую Что нет Божества Достойного поклонения Значит Эти слова Нужно говорить Когда Мусульманин Говорит Ашхаду Аля-иллах Илла-ллах Ашхаду Ана-Мухаммада Расулулла То есть Когда Муазин Говорит Эти слова То мы Повторяя Эти слова Говорим То есть Муазин Говорит Ашхаду Аля-иллах Илла-ллах Ашхаду Ана-Мухаммада Расулулла То мы Должны Говорить И я Свидетельствую Не только Муазин И я Свидетельствую Ашхаду Ана-иллах Илла-ллах Вахда Ана-Мухаммада Абду Ана-Мухаммада Эти слова Всем Известны Так Я был доволен Аллахом Как своим Господом И доволен Мухаммадом Как посланником И я доволен Исламом Как своей религии Аллах Простит ему Его Прошлые Грехи Его прошлые Грехи Следующая Тема Будет Иншаллах Нахождение Пребывания В мечетях Между Молитвами То есть Когда человек Приходит в мечеть Совершает Намаз Молитву И ждет Следующего Намаза Это будет О, это большая причина Поэтому Тут много Хадисов Поэтому Иншаллах Ставим это На следующий Урок Субханакаллахумма Бихамдик Ва ашхаду Анна Иллахи Илла ан Астагфирука Ва атубу Илейк Ва Джазакум Аллаху Хайбан Саляму Алейкум Ва Рахматуллахи Братакам Продолжение следует... Продолжение следует...